Божья рука в Новом Завете. Мир вам сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Добрый день, друзья. Мы говорим о Божьей благодати, Божьей руке, что Господь часто располагает сердца людей к детям своим, то есть к нам, вам. В прошлом подкасте мы смотрели, как Господь ожесточил сердце фараона, когда Моисей выводил народ израильский из Египта. Но в то же самое время расположил сердце египетского народа, и они дали золото, серебро, одежды, когда Израиль выходил. А как Божья рука, расположение сердец в Новом Завете? Посмотрим ниже в этом подкасте. Сейчас мы посмотрим на примере, как располагает Господь сердца в Новом Завете, и главное, что на это говорит Иисус Христос. Зачем это нужно? Друзья, Божья рука, благодать очень часто проявляется и видна в нашей жизни, именно через отношение окружающих людей к нам, то есть расположение сердца к нам, детям Божьим. Стоит отметить, мы много говорим и будем говорить о благодати, руке Бога в нашей жизни, Иисусе Христе и Святом Духе на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, для того, чтобы всегда быть вместе с нами в этом увлекательном путешествии. Божья рука в Новом Завете. Божью руку, благодать, нужно смотреть не в общем, а в проявлениях конкретных случаев. Да, рука Бога на нас и детях наших вообще во всей нашей жизни, но нужно посмотреть как бы сквозь увеличительное стекло и именно в отдельные случаи. Мозаика нашей жизни складывается из отдельных случаев проявления Божьей руки, благодати у нас в каждом дне. Мы посмотрим на примерах изменения сердец окружающих людей к Иисусу Христу. В частности, тогда, когда хотели свергнуть с горы, побить его камнями. Это пытались сделать в описаниях Луки и Иоанна. Мы посмотрим в частности Евангелия Лука, 4 глава, стихи с 28 по 31. Откроем. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. Это Лука, 4 глава, стихи с 28 по 31. Здесь, послушав, люди выгнали Господа вон из города, не оставили его, а повели на вершину горы, чтобы скинуть его. Но что произошло? Но он, пройдя посреди них, удалился. Мы не будем смотреть на то, кому и что он проповедовал, учил, и не на то, за что именно хотели скинуть со скалы. Мы обратим внимание на слова «Он, пройдя посреди них, удалился». В Евангелии от Иоанна, 8 глава, стих 59, также написано «Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 59 стих. Евангелие от Иоанна, глава 10, 39 стих. «Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их». Иоанна, 10 глава, 39 стих. «Господа за благую весть неоднократно хотели побить камнями, но обратим внимание, Он всегда прошел посреди них, уклонился от рук их. Так почему Он, когда был в руках народа, никогда к нему никто не прикоснулся, а всегда проходил сквозь них и удалялся?» Бог сдерживал толпу? Как? Он своей рукой запрещал толпе прикасаться к Иисусу Христу. Бог своей рукой запрещал что-либо делать Господу, вложил запрет на их чувства и эмоции. И они не могли и пошевелиться, когда Господь проходил сквозь них, а они только смотрели в Его след и кипели злобою. «Сестры, братья, у вас был такой случай, когда вас за Евангелие хотели побить камнями, но вы проходили сквозь толпу и уходили по своей дороге? Если да, поставьте лайк, нам это очень важно». Власть данная свыше. Так почему так происходит? На это есть ответ, когда Господь стоял перед Пилатом в Евангелии от Иоанна, 19 глава, стихи 7 по 11. Откроем, друзья. «Иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по нашему закону он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы тебе не дано было свыше. Посему боли и греха на том, кто предал меня тебе». Это Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 7 по 11. «Да, у Пилата была власть распять или отпустить. Но Господь знал, что он не имел бы никакой власти, если бы она не дана была ему свыше. Распять или отпустить? Скинуть со скалы или нет? Забросать камнями или нет? Власть на это дает только Бог. Сестра, брат мой, твоя жизнь и что будет с ней, никто не может решать. Власть, что-либо сделать с тобою, может дать только Бог. Ты дитя Божье. Твоя жизнь принадлежит Богу. Он твой Господь». Дети Божьи. А как другие? Тут давайте опять посмотрим на Иисуса Христа. В то время мы знаем, было господство римлян, были мятежи в стране, конечно. Были и убийства, казни. Почему Бог допускал это? Мы не будем смотреть на всех. Мы смотрим на Иисуса. Он был Сын Бога и нес Евангелие. Он был исполнитель Божьей воли. В наше современное время Божья рука и благодать только на детях Божьих. Как говорит апостол Иоанн в 1 главе стихи с 10 по 13. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». Это Евангелие от Иоанна, 1 глава стихи с 10 по 13. И 17 стих. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Это Евангелие от Иоанна, 1 глава стих 17. «Благодать и Божья рука в Новом Завете проявляются только через Иисуса Христа у детей Божьих». Дело Духа Святого. «Благодать и истина, дела Духа Святого в современное время приходят только к тому, кто пришел к Богу с верой в Иисуса Христа, в то, что Он сделал для нас на кресте». Это послание к римлянам, 8 глава, 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Римлянам, 8 глава, 1 стих. «Божья рука, благодать в Новом Завете и в современное время очень часто видны через то, как люди к нам расположены». Например, вам нужна операция. Назначили день, но в последний момент все изменилось, и к вам пришел другой, лучший хирург. «Божья рука» в этом случае – это то, что Бог расположил обстоятельства и сердце лучшего хирурга к вам. Это Божья благодать, его рука. Бог хотел сказать, что Он хочет, чтобы вас оперировал лучший врач. Это Его желание – рука и благодать. По последним двум подкастам мы посмотрели, что Господь может ожесточать, сдерживать, благословлять нас, влияя на обстоятельства сердца окружающих нас людей. В следующих подкастах мы немного поговорим более детально на эту тему. И, конечно, как это можно применить в нашей личной жизни. Друзья, задайте вопрос Богу. Покажи мне свою руку в моей жизни. Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Отцу Небесному. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит апостол Иоанн, Лука о руке Божьей в Новом Завете и современное время. Более того, мы еще много будем говорить на темы Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Пожалуй, сегодня я заканчиваю. Между прочим, если вам понравилась запись или вы получили Слово Откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.